О рассветах в Крыму и панике в Кремле и в Москве, эти и другие темы, сейчас обсудим. Здравствуйте. Да, добрый, добрый. Добрый, да. В Кремле истерика. В Российской Госдуме взрыв на Крымском мосту, его частичное разрушение называют объявлением войны без правил. Как-то забыли, что сами попрали все мыслимые и немыслимые правила жизни и обычаи войны, разрушая наши города ракетами, зверски убивая взрослых и детей. Так вот, что это было, Михаил, расскажите. Ну, вы правы, да. Очень странно выглядят заявления России о том, что это игра не по правилам и так далее. Действительно, 7 месяцев идет война, они уничтожили нам более 23, 230, вернее, тысяч инфраструктурных объектов, которые имеют отношение к гражданской жизни, а не военных объектов. И при этом говорят, что мы нарушаем правила ведения войны. Как раз таки мы работаем по правилам ведения войны и придерживаемся и обычаев, и правил и так далее. Что касается Крымского моста, эта ситуация, на мой взгляд, очень четко характеризует те процессы, которые сейчас происходят в Российской Федерации. Они говорят о том, что вот вся эта семимесячная война, которую ведет Россия против Украины, она практически полностью уже обрушает и силовые вертикали в России, и единство, которое было в начале, так называемой, СВО, российской политической элиты. И сейчас вот эта борьба проявляет себя уже с горячей точки зрения. То есть мы можем сказать, что вот эта история по Керченскому мосту сегодня ночью, в 6.15, которая случилась, это четкое уже, а конкретное, наглядное проявление конфликта между спецслужбами Российской Федерации. То есть между теми группировками, которые относятся к так называемому радикальному крылу, это ФСБ, и вокруг которого собрались сегодня частные военные корпорации, частные военные компании, вернее, в том числе Пригожин, господин и тот же Кадыров. С другой стороны, это Минобороны, Главное управление Генштаба Минобороны. То есть, смотрите, вот это две группы, которые сейчас сошлись в таком очень тяжелом клинче, и вот это одно из ключевых проявлений этого клинча. То есть спасая друг друга, они готовы себя друг друга мочить в сортире, да, так сказать? Они не спасают друг друга, они сейчас пытаются найти виновного. Да, да, спасая себя. Заплатить большую цену за все эти провалы, войсковые провалы, которые налицо. То есть я так понимаю, что ФСБ, и мы, если анализировать все, что происходит в последний, там, скажем, месяц, месяц-полтора, ФСБ постепенно подбиралось к тем или иным генералам, пытаясь их арестовать даже, да. Ну, то есть мы видим постоянные ротации командующих. Вот сегодня очередная замена командующего СВО, так нас Суровикин, господин Попа, стал сегодня командующим СВО. То есть, соответственно, многие генералы уже находятся, скажем так, под неформальным арестом Российской Федерации. Ну, те, которые имели непосредственное отношение к военной операции. Резко ослабели позиции того же Шойгу, того же Герасимова и других членов генерального штаба. И, соответственно, ФСБ считало, что оно вот практически буквально со дня на день сможет перехватить инициативу, арестовать элиту генеральскую, да, и, соответственно, посадить своих людей вот в эти ключевые должности и продолжить войну в том виде, в котором она уже ее понимает, ФСБ имеется в виду. В этот момент происходит главное. ФСБ обеспечивала охрану вот этого, скажем так, моста Путина, объекта Путина номер один. И, соответственно, ФСБ доказала свою уже несостоятельность. И, соответственно, мало того, ФСБ сегодня таким образом, не сумев защитить этот мост, очевидно, не сумев защитить этот мост, ФСБ попадает под удар уже со стороны Минобороны, которая будет говорить, смотрите, вот ФСБ проиграла, скажем так, защиту моста, и таким образом нарушена логистика снабжения именно южной группировки российских войск, опционных войск. И, соответственно, если начнутся какие-то дальнейшие проигрыши, они, несомненно, начнутся, я имею в виду с точки зрения деблокады и контрнаступления Украины, то уже можно будет сказать, что вот ФСБ вмешалась, ФСБ не сумела сохранить подвозные пути, и, соответственно, мы проигрываем только по причине ФСБ. То есть, таким образом, налицо конкретное проявление, еще раз подчеркиваю, чтобы тут не было двусмысленности, конкретное проявление внутреннего сумасшедшего конфликта между российскими спецслужбами. Для нас это феноменальная история, потому что она резко показывает потерю управляемости и на оккупированных территориях, и внутри России, и, соответственно, мы ожидаем только ускорения панических настроений на оккупированных территориях, ускорение бегства оттуда, и, соответственно, облегчение возможностей контрнаступления.